Не просто выслушать, но найти решение проблемы, стремится депутат Мособолдумы Ирина Слуцкая. Регулярно двукратная чемпионка мира по фигурному катанию проводит прием населения в Щелковском районе. Совместно с заместителем председателя районного совета депутатов Сергеем Игнатенко парламентария ответила на вопросы жителей сельского поселения Анискинское. Как это часто бывает, одними из самых актуальных на приеме стали вопросы ЖКХ. Владельцы квартир в доме номер 13 микрорайона Анечкова с нетерпением ждут включения их дома в программу капремонта. У нас ни разу не делали ничего. Капитальный ремонт ни разу не делали. Мы в фонд капремонта сделаем запрос и посмотрим, как ускорить попадание вашего дома. Квартирный вопрос также остается одним из самых насущных для жителей Подмосковья и Щелковского района в частности. Муж ветеран. Живу пять человек в одной комнатной квартире. Стою на очереди 26-я. Очередь в Щелкове. Я вот сейчас в вашей фамилии тоже записал. И у Марковы мы узнаем, да, разберемся именно в что, какая ситуация по вам. Хорошо? Особое внимание на приеме уделили проблемам здравоохранения. Часть вопросов Ирине Слуцкой удалось решить на месте, связавшись с профильным министерством Московской области. Сегодня самый главный вопрос, он был решен на месте по женщине, у которой ребенок болеет эпилепсией, лекарственное обеспечение. Вопрос решился и через несколько дней лекарство, она получит лекарство. Также обсудили проблему нехватки медицинских кадров в местной поликлинике. Я эндокринолог принимал каждый месяц один раз, ну и остальные как по необходимости. Сейчас ни одного специалиста у нас здесь не принимают. Мало того, что нас даже не назначают в Щелково. Много вопросов по здравоохранению, по работе поликлиники. Все эти вопросы взяла на контроль. Вместе с министерством будем прорабатывать и думать, как улучшить работу этой поликлиники. Обратились на встречи и с вопросом транспортной доступности. По словам жителей, 320-й автобус не имеет официальной остановки на биокомбинате и, соответственно, не берет льготников. Депутат взяла вопрос оптимизации маршрута на контроль. Всего на приеме было рассмотрено более 15 обращений.